Насколько же это напосдал поезд? Часа на два, по крайней мере. А собаки всю ночь не спали. Чурят, что хозяева-то едут. Луняша, что это ты такая? А у меня руки трясутся, а я в обморок сейчас упаду. Ты помнишь, какая эта комната? Дед, в этой комнате я спала, как там взорвали. Я сейчас готовлю. А ваши комнаты белые и фиолетовые, они такие же остались, бабочка. Когда приехал режиссер, она взбудораживалась эта постановка, потому что до этого она отдыхала, скажем так, весь год. Но это было заметно. Кто-то что-то поднакопил, скажем так. Он меняется сам по себе. Если отпустить сам по себе спектакль, то через полгода, через год, через два года он будет меняться сам по себе, потому что актеры меняются. В целом, получилось хорошо, я думаю. Поскольку премьера спектакля была год назад, сдача спектакля, за это время очень многое изменилось. Кто-то ушел из театра, а исполнителя роли Фирса не стало в живых. И руководство драматического театра предложило мне попробовать. Я с удовольствием согласился. Во-первых, и в своем театре нам приходится выходить живьем. И в театре Кабарарар-треприза мы играем в спектакле живьем. Поэтому некий опыт все равно имеется. А тут, помимо всего, во-первых, самое сложное – это возраст. Моему персонажу 87 лет. И самое сложное было сыграть именно вот это ощущение возраста. Фирс, он, я бы сказал, такой некий домовой. То есть он считает, что он хозяин в этом доме. Как говорил Линос, он считает себя главой рода этого. Его внутреннее ощущение, что он за все отвечает. И там Жироневская говорит, Фирс, на тебе лица нет, иди отдохни. Он говорит, да, я уйду. А кто подаст, кто присмотрит за всем. Вот это вот его внутреннее ощущение, что он за все отвечает. Это вот главное, что в нем, внутри в его характере. А так мне очень легко работалось и с режиссером, и с партнерами замечательными. В первые дни ребята подходили, пытались что-то подсказать, потому что у них все равно опыта больше работы на драматической сцене. Так что все прошло очень хорошо. То, что режиссер иностранец, это уже сразу предполагает, что будет некая другая, нерусская версия. Русская версия – это когда мы все страдаем, когда мы страдаем по-русски и легко привычно для нас. Здесь же все происходит, ну, для меня это некая попытка европейского театра, и поэтому оно имеет право быть. А чтобы сказать, как, надо сесть в зал и посмотреть. У меня, к сожалению, такой возможности уже не будет. Эмоции бьют в этом спектакле через край, это да. И, может быть, для некоторых это будет немножко странно, зрителей, но любой театр имеет право быть. Текстом мы не меняли в спектакле. Все по Чехову. Только между строк еще чуть-чуть побольше.